Во вторник состоялось совещание представителей государственной жилищной инспекции и зампреда областного правительства Владимира Шарыпова с управляющими организациями на повестке дня обсуждения реализации указов Минстроя России. В конце 2015-го, начале 2016-го в министерстве уточнили положение законодательства, связанное с осуществлением деятельности управляющих компаний, среди тем, которые обсудили на заседании, утверждение новых порядка и сроков внесения изменений в реестр лицензий. Наконец, конкретизирована процедура, то есть перечень документов, которые должна представить управляющая компания. Имеются теперь установлены приказом основания для приостановления, основания для отказа и, естественно, основания для включения в реестр лицензий. То есть теперь эти положения строго регламентированы. После того, как новые приказы вступили в силу, госжилинспекция уже отклонила 131 заявление по причине несоблюдения должного порядка оформления документации. Должен быть обязательно указан ряд сведений. Это адрес многоквартирного дома, основания, исключения и расторжения договора управления, копия договора управления многоквартирного дома с его реквизитами, данные о лицензиате, это номинование, ННН, данные о лицензии. Сотрудники жилинспекции рассказали присутствующим, что согласно новым требованиям, отсутствие даже одного из этих сведений является прямым отказом о внесении изменений в реестр лицензии. Также представители надзорного органа еще раз напомнили о приказе Минстроя, вступившем в силу 29 апреля этого года. В соответствии с ним утверждены новые правила по оформлению протоколов общих собраний собственников многоквартирных домов. Теперь за подделку любой документации, включая сообщение о дате проведения собрания и полный реестр собственников жилья, введена уголовная ответственность. Управляющие компании должны понять, что и правительство Ивановской области, и администрация муниципалитетов, и, конечно, государственные жилищные инспекции Ивановской области будут пристально следить, чтобы не были нарушены права граждан на содержание жилищного фонда. И, соответственно, от управляющих компаний мы будем требовать досконального исполнения предписаний как ГЖИ, так и всех нормативных документов, которые сейчас существуют у нас. Кроме того, с 1 января 2017 года за нарушение порядка расчета платы за коммунальные услуги для управляющих организаций введена административная ответственность в виде штрафа от 50 до 250 тысяч рублей. Полина Понасицкая, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.